К семье Игизовых в селе Малая Малышевка мы попали на обед. Глава семейства пожарный. Пока в части тихо он заскочил в перерыв побыть с любимой женой и детьми. Их у супругов четверо. Старшему уже 17 лет, а младшему всего 3 года. Семья большая, но на кухне еще умещаются. А вот в маленькой комнате, в которой живут сейчас в шестером, уместится большая проблема. Вот здесь вот мы и живем, в однокомнатном домике. Конечно, тесновато нам. Ну, пока дети в школе, еще как бы более-менее. А вот летнее время тяжеловато, конечно. О своем доме с участком, на котором можно будет вести свое хозяйство, держать скотину, огород, семья мечтала всегда. В 2008 году участок был куплен. Еще 3 года понадобилось, чтобы построить на нем хотя бы этот небольшой дом. Осенью мы вселились сюда. Ну, вот так вот и живем. Сперва жили без воды, вот печное отопление у нас было. Потом немножко как бы освоились. Там с деньгами у нас было трудновато. Ну, потом мы купили электрический котел. Сейчас у нас электрическое отопление, газовое смету. И еще за 4 года развели огород, взвели скот, о котором мечтали. Все дети от старшего до младшего помогают маме вести хозяйство. На одном ответственность за кур, на другом за огород. Без дела никто не сидит. У меня есть хозяйство, баранов, коз. Ну, курей еще. Кормлю, конечно, каждый день. Там травки даю. Ну, и арбуз дыни едят они. У родителей же ответственность за дом. За то, чтобы он был не маленький и тесный, как сейчас, а большой и просторный. Для этого глава семьи начал строительство нового дома рядом со старым. Делают все так же не спеша и своими силами. Это вот наша кухня. Просторный. Больше, чем комната-то. Больше, чем комната. Это вот наша спальня будет. Это вот будет зал у нас. Ну, это мы планируем как детское. Большая часть работ уже выполнена. Основная проблема, которая останавливает строительство дома, это отсутствие газа и отсутствие денег на его проведение. Если бы мы газ бы провели, я думаю, мы бы уже до глубокой осени, там, до зимы, может, и вселились. Потому что без газа тут трудно, конечно. Провести самостоятельно газ доходом в 20 тысяч рублей на всю семью – задача практически невыполнимая. Именно поэтому и Гизовы столько лет справляясь своими силами сегодня вынуждены просить о помощи. Если вы хотите оказать свою поддержку семье, сделать это можно, позвонив по телефону 8-927-747-2360. Светлана Егизова.